Ну что же, я с полной ответственностью спокойно могу поздравить всех владельцев танка СССР среднего танка Т-34-85. Вот именно этой машины, которая сейчас на ваших экранах. Обязательно выкупайте этот танк себе в ангар, если у вас его еще нет. И желательно до выхода патч 1.3, почему сейчас разберемся. А также вы смотрите по-настоящему странное сражение. Показывая это, я осознанно понимаю, что очень многие напишут в комментариях, что это бой нереальный и подставной. Что это где-нибудь сыграно в тренировочной комнате и такого не может быть. Действительно, я пересматривал это сражение несколько раз. И каждый раз я сам ловил себя на той мысли, что такого в рандоме произойти не может. Но решил все-таки показать вам на свой страх риск. Уже с первой секунды здесь начинается довольно необычное движение нашего героя. Посмотрите, насколько свободно он едет вперед по флангу. И не боится, что его пересветят, например, с квадрата F6. Либо с дальних прострельных квадратов, где обычно стоят вражеские ПТшки. Вон там, где видно елочку, ELC, AMX и другие танки. И дальше он едет еще смелее. Даже несмотря на то, что фланг абсолютно пустой. Мы не видим никаких союзников, которые могли бы нам помочь. Кроме того, стоит заметить очень странные действия противников. Вражеский Т-34-85 сейчас выезжал на нас. При этом на нас даже не смотрел. В итоге врезается, едет таразным. Либо это такой бешеный олень, который обычно попадается в нашей с вами команде. Либо это что-то фантастическое. Но на этом действия боя, которые вызовут у вас сомнения, только начинаются. Дело в том, что самый интересный момент вот с данной секунды. У нас 34 хп. И посмотрите сейчас на левый фланг, где зеленочка. Да, вот туда, где арта обычно работает на эти холмики. И посмотрите вверх экрана на счет. Счет, мать его, 4-7. Левый фланг абсолютно проигран. И с каждой секундой противники поглощают все больший процент карты и забирают ее в свои владения. Наш герой имеет по своем счету 34 копейки. 34 хп. А что в 2018 году можно купить на 34 копейки? Да ничего. Но мы сейчас будем доказывать противоположное. Вообще, что сейчас начнет происходить? Вы просто, у вас отвалится челюсть, мужики. Смотрите сами. Смотрите, блин, сами. Счет 5-10. Полный слив. В эти моменты обычный любой танкист начинает уже потихонечку ставить себе чайничек, готовиться к выходу в ангар и к следующему бою. Но не наш герой. Смотрите, что он вытворяет. Сводимся вперед на Мардера 38Т. Чудом его добираем, проезжаем прямо вглубь вражеской базы, прямо в тыл врага. Счет 6-12 на секунду. И нас пока никто не светит, не светит. Странности будут происходить с каждой секундой. Танк Т-34-85 вообще по себе является уникальной машиной. Этот танк подвижный, с хорошим орудием и кроме того на шестом уровне имеет ключевую особенность. Расскажу какую дальше, поэтому этот танк его сравнивает практически уже с премиум танком многие игроки. Раз сейчас узнаете. Смотрите, захват нашей базы, остается один САВ М43. Одна еще как-то там борется, но понятно, что ее тоже уже и добьют. 34 хп. Такое количество врагов, кроме того очень много фугасных, а именно артиллерии. Шансы на победу, как сказал бы любой танкист, просто минимальны. Но не спешите делать выводы. Я не говорю, что этот бой, конечно же, мы выиграем. Это фактически невероятно. Но здесь сейчас такой бред начнет происходить. Нам нужно спускаться вниз. Вон там ИЛСЕ МХ, у нее капелюшечка, буквально хп. Отрабатываем по елке. Вот, вот, с этой секунды начнет происходить жесть. Во-первых, мы несколько раз не пробили елку. Ну, кинули без дамага, это уже весело. И вот погибает последний союзник. В одиночку против семи танков. Я не заметил, он погиб, нет, он погиб после того, как мы уничтожили елку. Но сейчас начнется веселуха. Пока не началась самая жесть, я отвлеку вас буквально на секунду. Потому что дальше, по ходу этого видео, я просто уже не смогу этого сделать. Уж очень дикий бред будет происходить. Спонсор этого ролика сегодня, который позволил ему выйти, сайт VODBOXES.RU. Самые дешевые кейсы с премиум танками в интернете. Огромные скидки, постоянные танки недели. Кроме того, там ежедневная раздача голды на халяву происходит. Ссылка на сайт VODBOXES.RU находится в описании к ролику. И там же специальный бонус-код от бомбилки. Только там он расположен. Вводите его при пополнении счета и еще больше подарков получайте. У вас будет там эксклюзивный бонус лично от бомбилки. Ну что ж, давайте смотреть за развитием. И кстати, расскажу интересную историю. Чтобы откопать этот бой, вам мне пришлось устанавливать архивные клиенты. Запускать это через всякие там программы. В общем, я убил хреново гору кучу времени. Потому что я его сначала посмотрел там под музыку на каком-то левом сайте. Быстро записанный, урезанный. И мне сразу он бросился в глаза. И бросились комментарии людей, которые массово писали, что это подставной бой. Особенно они удивлялись тому, что будет происходить в следующие несколько минут. Мы отрабатываем ПВК 3601H и уже удивительно, как находясь в принципе в засвете, наш Т-34-85 еще не в ангаре. Кроме того, арта не сняла ни одного хп. У нас по-прежнему 31 очко. Очко прочности, конечно же. Ну что ж, будем надеяться, что эти противники настолько бешеные олени, как вот тот самый Т-34-85 вражеский, который заторанился об нас в начале. Кстати, ставьте лайк, если вот именно вот такие вот парни, как вот этот самый олень на Т-34-85, который ехал просто с бешеными, огромными рогами по полю, попадаются в вашей команде. Вот я, мужики, здесь вас понимаю. Ставьте лайк, если у вас так же. Потому что буквально недавно, пару часов назад играл в рандоме. И именно вот такие союзники у меня. Чувак, вообще, на 10-м танке, на танке 10-го уровня, угадайте, ИС-7, конечно же, советский, огромный, на Малиновке взял, блин, и поехал по полю в начале. Кроме того, он был еще во взводе. И во взводе с ним было тоже два танка, одна, по-моему, вот не помню, какие два других танка с ним были, но тоже, по-моему, СТ-шка какая-то, либо Объект-140, либо Т-62 и тяж 10-го уровня. В общем, три танка 10-го уровня. Один слился, слился просто с ходу по центру, два других не поехали за ним. Они поехали на другой фланг Малиновки на гору, но там уже вот 15 минут идет бой, да, и на таймере вверху оставалось минут 12-11. Вот к этому моменту они вдвоем слились оба, спуская с горки. То есть они заехали на горку и не стали останавливаться, а поехали рашик на похрен вперед. Вот у меня просто глаза на лоб вылезли. Вы не представляете, как горел пердачина, блин, после такого момента. Пердачина просто полыхал. Я встал с танков, вышел вообще на улицу, выключил, блин, комп, и то не мог несколько часов успокоиться. Просто, блин, бомбило. И вот в этом бою, я думаю, у нашего героя происходило так же, хотя, если посмотреть с другой стороны, он сам действовал очень странно. Ну, вы видели, да, поехал, блин, вначале на пустой фланг, где никого нет, да еще и на центр, да еще и под прострелом куча ПТ. Как он это делает? Выезжаем на ПТ-шку, он даже ни о чем не думал, посмотрите, он просто выехал на эту ПТ-шку. Она каким-то чудом не попадает, я не понимаю, что вообще делает. Арта вот эта самая дерьмовая арта, FV-304 на 6 уровне, дерьмовая не в плане того, что она плохая, а в плане того, что она назойливая катастрофически. Но вы посмотрите, какой прикол эта арта выкинет нам в конце, у вас глаза на лоб вылезут, мужики. Сейчас вот, вон она, вон она, вон она, но с ней шутки плохи. Эта артиллерия очень язвенная, у нее быстрое КД, снаряды, которые имеют иногда просто мозгортрепательную траекторию. Артхаус, артхаус, а не арта. Это, знаете, современное искусство унижения, что-то вроде того. Вон она, FV-304 качается на горке, мы кидаем по ней дамаг, как окажется потом, очень важный дамаг. Не отъезжаем за домик. И сейчас эта арта прячется назад, и мы не имеем уже такой возможности с ней разобраться. Вообще, T-34-85 является тем максимально сбалансированным танком 6 уровня, средним танком, который просто вот максимум сбалансирован. Он не ультра имба, он не говно, он очень хороший танк. И кроме того, у него есть одна ключевая особенность. Помните, я говорил в конце, что в начале, помните, я говорил в начале, что потом вам скажу, какая же фишка у T-34-85 есть. Особенно, что он практически как прям танк уже стал. Т-34-85 входит практически во все топы танков World of Tanks, на которых вы можете фармить. И это не прем танки. То есть, топ не премиумных танков World of Tanks, которые лучше всего зарабатывают кредиты. Если у вас нет премиум танков, если вы не хотите, например, на них играть, а хотите покататься на чем-то другом, берите T-34-85. Цена снарядов, пробитие, баланс этого танка позволит вам наносить очень много урода. И показатели фарма у T-34-85 такие, что, если я не ошибаюсь, где-то по 1010-20 чистыми вы сможете вывозить за бой. Ну, скорее всего, с премиум аккаунтом. Ну, в общем, конечно, это не прем танк 8 уровня, но для новичков, которые недавно начали играть в World of Tanks, эта машина очень сильно подойдет. Ну, как обычно, про характеристики я рассказывать не буду, вы сможете их почитать сами в игре. Там ничего сложного нет, я думаю, это скучно и нудно. В общем, считаю так, танк сбалансированный, танк очень динамичный, просто маст хэв у каждого в ангаре. Ну и смотрим финал, сейчас начнется просто настоящее смехотворище, мужики. Наш T-34-85, вот сейчас поймете, что за прикол будет. Едет непонятно вообще куда, куда скрылась FV304, я тоже понятия не имею, где-то там наверху светилось, вообще укатило. И, казалось бы, вот тот самый момент, то развитие боя, которым оно было до данной секунды, уже заставляет сомневаться вообще в адекватности этого сражения. Потому что, ну посмотрите, он просто едет, ездит по карте, подъезжает к каждому танку противника. Как только он с ним сближается, вражеский танк просто теряет голову, как будто в него переселяется таежный горный олень, вместо человека, который на нем играет, в душ его вселяется, да? Вот понятие там, в тебя вселился черт, а тут в тебя вселился таежный горный танковый олень, специальный вид. Вот именно, вот именно это и происходит в данном бою. Как только он сближается с противником, он как будто начинает ему поддаваться. Но, мужики, пересмотрев этот бой несколько раз, пересмотрев итоги, почитав отзывы и посмотрев подробно все, я понял, что это все-таки не подставной бой. Я могу вас уверять, я показывал уже на своем канале сражения, которые, по моему мнению, были подставными. Здесь это просто что-то из ряда фантастического, из ряда вот бешеных оленей, действительно, как будто он колдун какой-то и ходит и делает заговор на противников. И, кстати, когда вы сейчас увидите, кто играл на этом танке, кто, что это за человек был, вы будете еще больше удивлены. Ну, а я думаю, в ваших командах не такие обычно везунчики, как этот Т-34-85, а такие олени, как вон вражеский Т-34-85, который упоролся. Вот посмотрим, сколько будет лайков, сколько людей попадают с такими же оленями, как тот вражеский парень. В общем, давайте сейчас подведем победителей нашего розыгрыша, а потом сделаем финальные выводы по названию ролика и подробно поговорим об итогах. И расскажу вам главное, кто же играл в этом бою. Вот они, победители сегодняшнего розыгрыша, вот их комментарии с игровыми никами, наши чеки об оплате. Поздравляем парней, они получают премиум танки до 8 уровня, голду или премиум аккаунт. Ну, а если и ты хочешь выиграть премиум танк до 8 уровня в этом ролике, просто поставь ему лайк. Да, мужики, всего одно условие. Ну и по возможности подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, ну и коммент с игровым ником напишите. Ну и вот итоги этого сражения. Посмотрите, сколько медалек и дамага сделал этот герой. Фантастические результаты. Вердикт однозначен. Качайте себе этот танк и выкупайте его в ангар. До патча 1.3 смело можете на нем играть. Но что дальше там сделает картошка, ну кто ее знает. Ну и статистика этого парня тоже не может не удивлять. Посмотрите, он неопытный игрок. Но то, что в этом бою он сделал, подтверждает еще раз. Статистика далеко не главная. Все, всем пока.